Без чего точно не обойдется ни один блог, так это без фотографий. Популярность аккаунта растет и благодаря оригинальному фотоконтенту. Как сделать интернет-страницу интересной, продвинуть бизнес и очаровать знакомых своими новыми амплуа, узнавала наша съемочная группа. Если мы хотим удлинить ноги, сразу же говорю, ножки мы кладем в ту или иную сторону и прилепляем их вплотную друг к другу. То есть вот они, да. Вычурная и неудобная поза в кадре может выглядеть эффектно. Мария Тимоторкина с детства увлекается фотографией. Свой первый фотоаппарат девушка купила в кредит 18 лет назад. С тех пор ищет в фотоискусстве совершенство. Я больше люблю как раз рельефную съемку, чтобы на фигуре видно было рельеф, светотельный рисунок, чтобы человек выглядел необычно, нестандартно, не так, как фотография на паспорт. Прежде чем приступить к съемке, узнайте свою фотогеничную сторону. Сделать это просто. Сначала левым плечом повернулись к камере, развернулись, да. Затем правым плечом к камере развернулись. И потом в камере смотрим, какая сторона у нас более фотогеничная. В социальных сетях важна эмоциональная подача. Но секрет успеха у каждого свой. Так в Инстаграме популярны фотоотчеты с иллюстрацией развлечений и путешествий. Тренд ВКонтакте – серии сопровождающих текст фотографий и видеоролики. Фейсбук тут дело другое. Это все-таки контент более серьезный, рассчитанный на продвижение своего бренда, на рекламу. На Фейсбук подписаны люди от 35 и выше, ну большая часть людей. И все-таки это работающий контингент. Но есть фишка, объединяющая все социальные сети. Пользователям нужны герои. Вы должны сесть и определиться. Вот я хендмейдер, я делаю игрушки. Что должна я показать людям? Какую эмоцию? И кем бы вы ни являлись, создателем кукол, флористом или любителем книг, есть приемы, актуальные для всех, кто хочет успеха. Ты пришла в кафе, ты сидишь за чашечкой кофе. Ну где-то там, вдалеке, сидит девочка с твоей куклой, понимаешь. Это сразу же даст очень большой акцент на именно то, что чем ты занимаешься. Интерьер важнее настроения, отмечают эксперты. Советую, как одеться на фотосессию. Если цвет фона коричневый, бордовый, черный или зеленый, нарядиться нужно ярко. Если фон светлый, и одежда должна быть в пастельных тонах. А вот белые и черные вещи лучше на съемку не надевать. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.